Главный тренер Реала Карло Анчелотти, ваш комментатор Константин Генич. И чтобы полностью озвучить судейскую бригаду, что там случилось? Пенальти что ли назначен ворот Реала? Да, пенальти. Вот так на первой минуте Реал сразу получает пенальти в свои ворота. Руку и сыграл Серфи Рамос. Ну что ж, это не безинтересная история. Причем Хосе Эрнандес сразу пенальти не назначил. Серфи Рамос получил желтую карточку. Теодоро Сабрино и Цезарь Гарсия помогают арбитрам сегодняшней встречи. И вот работающий на дальней бровке, Цезарь Гарсия посчитал, что здесь была игра рукой. Блокировал этот удар против фикера Косилица. Один из лучших специалистов по отражению 11-метровых ударов. Прямой разбег. Илаз в девятку. 1-0. Кордова забивает быстрый гол. И весьма неожиданное начало в этой встрече. И пошли андулосийские танцы. Вот так на ровном месте Реал получил пенальти в свои ворота. И этот пенальти был реализован алжирским нападающим. Вот кажется, что у Геласа пяток килограммов прилипло лишнего веса. Но игра рукой действительно была у Серфио Рамоса. И мяч летел в ворота. Логично, что еще и за эту желтую карточку получил центральный защитник в Мадридце. С прямого разбега бородой и париком. Подача опасна. 1-1. Но вот со стандарта с пятого все-таки смогли реализовать. И Карим Бензима. Не зря же многие предполагали, что Бензима сегодня забьет. Ну и вот это проклятие снято. Действительно забивает Карим Бензима. На 27-й минуте это происходит. Девятый гол Бензима в чемпионате. Ну вот в Ангелуси это проклятие было наложено после гола в ворота Малаги. В Ангелуси это проклятие снято. Гол в ворота Кордобы. С близкого расстояния. Очень хорошо здесь Бейл выпрыгнул. Впереди Фауста Ройси мяч туда на дальнюю штангу перевел. Ну и Бензима переиграл уругвайца Адриана Гунина. Если не получается забить с игры, не получается что-то из позиционного нападения, то почему бы... Рука, рука. Это пенальти. Ну вот потом. Я просто боюсь представить, что будет после игры с этими разговорами. Фиде Картабио вторую карточку получает и уравнивает составы. Даже из Останкина, опять-таки из нашей небольшой, но очень уютной студии, где комментируют, где работают комментаторы. Было видно, что мяч попал в руку Фиде Картабио. Удар, посмотрите, ну выставляется рука. И неоднократно. И неоднократно. 2-1. 2-1 Реал. 89-я минута. Чудовищная по содержанию и качеству игра мадридцев. Но, как говорят футболисты, смотри на табло. А там пока Реал впереди. Десятый юбилейный гол. Гаррета Бэйла в чемпионате. И Реал в самой концовке матча выходит вперед. Жалко. Кордову жалко. Мирослава Джукича. Но что их жалеть? Если были моменты, надо их было реализовывать. Можно было Реал сегодня дожимать. Ну а пенальти был. Эрнандес, Эрнандес абсолютно прав. Если уж он последователен. И большинство испанских арбитров в такой ситуации. Я думаю, что пенальти бы назначили. Мяч летит влево от ротаря.